Друзья, приветствую! Сегодня мы с вами будем разбирать песню из кинофильма «Бриллиантовая рука». Называется это «Песня про зайцев». И для начала я разочек ее для вас исполню, чтобы было представление, как она звучит. А потом мы возьмемся за видеоразбор. Итак, слушаем. Музыка Итак, мы приступаем к видеоразбору песни про зайца. Начинаем с того, что щипаем открытую пятую струну. После этого зажимаем на второй струне первый лад, щипаем вторую струну. Далее на второй струне третий лад. Открытую первую струну. Третий лад на первой струне. Второй лад на первой струне. Далее первый лад на первой струне. Третий лад на второй струне. И второй лад на третьей струне. Щипаем теперь одновременно четыре струны. Открытую четвертую, плюс третью, вторую и первую, которые мы только что зажали. После этого зажимаем безымянным пальцем третий лад на шестой струне. Держим его. Открытую вторую струну. Первый лад на второй струне. Третий лад на второй струне мизинцем. Помните, мы говорили безымянный, продолжаем держать. Это нужно для того, чтобы не потерять объем в звучании. Открытую первую струну теперь. И первый лад на первой струне. После этого мы указательным пальцем зажимаем одновременно две струны, первую и вторую. Безымянный переносим с шестой на пятую струну на третий лад. Щипаем одновременно четыре струны. Пятую, третью открытую, вторую и первую зажатые на первом ладу указательным пальцем. И далее указательный палец вот таким вот образом поднимаем, чтобы освободить и щипнуть первую струну открытую. А на первом ладу, на второй струне продолжаем его держать Для того, чтобы опять-таки эта нота продолжала звучать После этого мы щипаем на шестой струне первый лад Я сейчас покажу вам два варианта этого такта пятого Выберите, какой вам комфортнее Разбираем первый вариант На шестой струне первый лад указательным пальцем На третьей струне второй лад третьим пальцем безымянным Открытую вторую струну Первый лад на второй струне, вторым пальцем в среднем Открытую первую струну Мизинцем четвертый лад на второй струне А видите, указательный пальцем мы продолжаем держать, мы не снимаем И потом только мы будем перемещаться к следующему такту Мы сейчас его чуть позже разберем Теперь показываю второй альтернативный вариант этого же пятого такта Мы играем следующим образом Указательным пальцем щипаем, зажимаем на шестой струне первый лад Щипаем эту струну Дальше вторым пальцем уже средним Зажимаем второй лад на третьей струне Открытую вторую струну Потом указательным пальцем Дожимаем Вторую струну, чтобы зажать первый лад Убираем сразу же указательный палец Открытую первую струну Четвертый лад на второй струне И потом переходим к следующему такту Вот можете выбрать из этих двух вариантов Топлик, который вам удобен для пятого такта Играем теперь шестой такт Мизинец мы ставим на второй струне, третий лад Указательный на пятой струне, второй лад Средний палец на третьей струне, второй лад Безымянный палец на четвертой струне, третий лад И щипаем одновременно эти четыре струны Пятую, четвертую, третью и вторую После этого щипаем открытую шестую струну Открытую вторую Второй лад на третьей струне Первый лад на третьей струне Снова второй лад на третьей струне Открытую вторую струну Далее на второй струне первый лад На четвертой струне второй лад вторым пальцем На третьей струне второй лад третьим пальцем Щипаем одновременно 4 струны Пятую, четвертую, третью, вторую Вторую струну Отдельно Третий лад на второй струне Открытую первую Третий лад на первой струне Второй лад на первой струне Первый лад на первой струне Третий лад на вторую струне Второй лад на третьей струне И открытая четвертая Здесь мы щипаем эти струны одновременно Четыре струны После этого мы играем на 6 струне 3 лад и держим эту ноту. Далее мизинец на 3 лад 2 струны, открытую 1 струну, 1 лад на 1 струне, мизинцем 3 лад на 1 струне и перемещаемся с 3 лада мизинцем на 5 лад на 1 струне. Проезжаем так. Прием глиссандра называется. Потом указательный палец добавляем в следующем такте на 5 струну 3 лад, мизинец продолжаем держать. И щипаем одновременно три струны. Пятую, третью, первую. И сразу же после этого мизинец снимаем, а указательный продолжаем держать. И щипаем открытую первую струну. После этого второй палец кладем на третью струну второй лад. Щипаем одновременно три струны. Четвертую открытую, третью она у нас зажата. И вторую открытую. Далее продолжаем второй палец держать. А указательный мы теперь кладем на первый лад второй струны. Далее зажимаем третий лад на второй струне, открытую вторую струну. После этого зажимаем на второй струне первый лад указательным пальцем, на четвертой струне второй лад средним пальцем, на третьей струне второй лад безымянным пальцем. Одновременно щипаем четыре струны. Пятую, четвертую, третью, вторую. Далее третий лад на второй струне, открытую первую, первый лад на второй струне. Оставляем безымянный палец на втором ладу третьей струны Второй палец переносим на пятую струну второй лад Щипаем одновременно три струны Пятую, вторую, открытую И третью она у нас зажата на втором ладу Далее, четвертый лад на второй струне Мизинцем Второй лад на первой струне указательным Пятый лад на первой струне мизинцем И теперь будет аккорд Четыре струны будем сейчас одновременно играть Для начала зажимаем четвертый лад на первой струне безымянным пальцем Третий лад на второй струне указательным пальцем Четвертый лад на третьей струне средним пальцем Щипаем одновременно шестую, третью, вторую и первую струны И дотягиваемся, если не получается дотянуться, не отпуская вот эти струны, которые мы сейчас зажали Можно отдельно сыграть на четвертой струне шестой лад После этого играем припев Зажимаем заранее указательным пальцем на пятом ладу три струны Первую, вторую и третью Одновременно щипаем две струны Пятую открытую и первую Она у нас зажата Одновременно две струны щипаем Вторую и третью Они у нас зажаты указательным пальцем Далее мизинец мы дотягиваемся им до восьмого лада и ставим на восьмой лад первой струны И одновременно щипаем первую и шестую струны Не снимая указательного пальца с пятого лада Давайте чуть-чуть чищем Далее щипаем две струны, которые мы продолжаем держать Вторую и третью Убираем мизинец И щипаем первую струну и пятую открытую Первую продолжаем держать Теперь одновременно три струны щипаем Первую, вторую и третью Теперь на короткое время убираем указательный палец с первой струны Щипаем открытую первую и шестую открытую И сразу же зажимаем указательным пальцем снова три струны И щипаем вторую и третью Далее опять играем первую струну и пятую Первая у нас уже зажата указательным пальцем Вторую и третью Мизинцем снова дотягиваемся до восьмого лада первой струны Щипаем одновременно первую и шестую струну открытую Мизинец у нас вот здесь вот уверенно зажимает восьмой лад Указательный продолжает держать пятый лад Щипаем одновременно первую и шестой Две струны, теперь вторую и третью После этого убираем все пальцы Указательный снова возвращаем, только уже не на барре, а отдельно на пятый лад первой струны Щипаем одновременно первую струну и четвертую струну Далее добавляем 2 и 3 пальцы На 2 струне у нас будет 6 лад вторым пальцем На 3 струне у нас будет 7 лад третьим пальцем И щипаем одновременно 3 струны 5, она у нас держится здесь на 5 ладу указательным пальцем Плюс 2 и 3, которые только что выставили Перемещаем указательный палец на 1 лад 1 струны Одновременно щипаем 1 струну и 6 открытую Добавляем 2 палец на 3 струну 2 лад Четвертый палец на вторую струну, третий лад Щипаем одновременно вторую и третью струны После этого щипаем еще раз вторую струну Она у нас зажата здесь на третьем ладу Плюс четвертую открытую Далее добавляем безымянный палец на третий лад четвертой струны И щипаем одновременно третью и четвертую струны Продолжаем держать левую руку, так как у нас сейчас зажаты все лады Щипаем одновременно пятую открытую плюс первую струна на первом ладу. И одновременно еще раз щипаем четвертую и третью струны. Они у нас зажаты. Там, где мы до этого зажимали на втором и на третьем ладу, соответственно. Далее зажимаем второй лад на пятой струне. И первую открытую струну одновременно играем. Добавляем указательный палец на первый лад третьей струны. Мизинец на третий лад второй струны. Щипаем одновременно три струны. Первую открытую, вторую и третью струну, так как мы сейчас зажали. Убираем мизинец. Щипаем одновременно открытую вторую струну плюс открытую шестую. Теперь к указательному пальцу добавляем еще безымянный палец на второй лад четвертой струны. И щипаем одновременно третью и четвертую струны. Продолжаем пальцы держать так, как мы зажали в левой руке. Щипаем одновременно первую струну открытую плюс пятую струну. Она у нас зажата на втором ладу Щипаем пятую с первой Добавляем мизинец заново на вторую струну Третий лад Щипаем вторую струну вместе с первой струной Точнее с третьей струной, зажатой на первом ладу Потом убираем мизинец со второй струны И указательным пальцем зажимаем дополнительно еще вторую И даже если первую струну коснетесь, ничего страшного Главное, чтобы указательным пальцем так-то раз И зажали вторую струну, первый лад Щипаем одновременно вторую и шестую струны Шестая у нас открытая Добавляем мизинец на третий лад второй струны И щипаем вот эти две струны Вторую и третью На третьей струне продолжаем держать указательный палец на первом ладу После этого играем открытые первую и пятую струны Добавляем на второй струне первый лад Указательным пальцем можно И на третьей струне второй лад Щипаем одновременно вторую и третью струны Шестую открытую И снова вторую и третью струны Далее видим, что у нас значок репризы Две точки, тонкая линия и жирная линия Только что мы, значит, сыграли первую мульту Мы возвращаемся на значок открытой репризы И играем снова с шестнадцатого такта Зажимаем указательным пальцем на пятом ладу Три струны И повторяем тот отрывочек, который только что разбирали Давайте вместе с вами его медленно сыграем Первая струна плюс пятая струна и далее И вот здесь мы останавливаемся И дальше прыгаем на последнюю строчку Но только уже играем не первую вольту А вторую вольту Щипаем одновременно пятую струну Плюс на втором ладу она зажата Пятая струна Плюс открытую первую струну Добавляем теперь мизинец на третий лад на второй струне Указательный, желательно не снимать Держим его на третьей струне, первый лад Потом играем открытую шестую струну И указательным пальцем можно так раз спуститься И, как мы уже делали, зажать барре И сыграть одновременно вторую струну Зажатую на первом ладу плюс шестую струну Снова поднимаем указательный палец Чтобы освободить вторую струну Но не снимаем с первого лада третьей струны Щипаем вторую струну открытую Плюс третью зажатую на первом ладу Играем на втором ладу зажатую третью струну Плюс открытую пятую И указательным пальцем перемещаемся Зажимаем барре на три струны на пятом ладу Первую, вторую, третью струну И вместе с открытой пятой щипаем пятую, третью, вторую и первую. Все, на этом композиция у нас заканчивается, поэтому смело можно будет возвращаться при желании и играть еще один куплет с самого первого такта. То, что мы с вами сейчас и разучивали. На этом наш видеоразбор подошел к концу. Желаю приятных репетиций, успешного разучивания, хорошего настроения, здоровья, любви, добра и мира. Счастливо. Спасибо за лайки.